Друзья, вы спрашивали, как добыть алмазов, не донатя на шахты Китая. В группе Mobile Legends Game Moba проходят регулярные розыгрыши алмазов за репосты, за подписку, за видео и многое другое. Кроме того, в постах смешные видео, арты, комиксы, косплеи. И прямо сейчас проходит алмазный конкурс, ссылка в описании. Мур, привет друг, это Зверько. Я тут нацелился рассказать механику игры, перед продолжением пилить гайды. Потому что это будет полезно тебе, тебе и особенно тебе. Как-никак, криты это основа многих автоатакеров. Что такое крит? Это шанс критического удара. Сам критический удар имеет отметку то ли взрыва, то ли листа пальмы. И крит в два раза больше урона стандартной атаки. Вот у нас Ли Сун Цин. Выбивает из куклы автоатакой 170 урона. В случае с критом, вылетает сразу показатель 341. Что в два раза больше. Лишняя единичка урона, это потому что мы по сути выбиваем 170,5 за удар. Теперь поднимаем атаку на 65 единиц. И запоминаем. 208 и 417 крит. Это нужно для проверки измененного берсерка. Купив его, начинает скакать урон 208 и 218 без крита. 500 и 524 критом. И это все от того, что у берсерка две пассивки. Первая. Увеличение урона крита на 40%. Вторая. После крита усиление физической атаки на 5% длительностью в 2 секунды. Формула расчета крита с берсерком такая. 208 основного урона добавляется. 208 крита и плюс 40% от пассивки. С 208 урона получаем 500 крита. А если крит срабатывает повторно в течение двух секунд, то 218 плюс 218 с добавочными 40%. Получаем 524. Поскольку я знаю, что кое-кто не умеет работать с процентами, говорю сразу. Сначала идет расчет процентов, потом сложение. С эталоном мы разобрались. Теперь возьмем персонажей с врожденным критом. Первой выходит Наташа. В лицо она наносит 169 урона. В спину 194 со знаком крита. Это не полноценный крит, а лишь пассивка, которая увеличивает урон в спину на 15%. Купим себе криты, не увеличивая урон. Получаем настоящий крит с учетом усиления 389 дамага. А можем ли мы с тобой использовать этот знак крита? Замеряем урон. 238 псевдокрит, 476 настоящий крит. Покупаю берсерка. Смотрим спереди. Все норм. Работают обе пассивки на берсерке. Бьем в спину. Видим рост урона после первого удара, который останавливается на двух значениях. 249 псевдокрит и 599 реальный крит. У Лисмсина разных значений было 4. И вот в чем дело. Пассивка, которая усиливает Наталью на 5% физатаки, срабатывает после первого удара. Поскольку система засчитывает крит после первого удара в 238. И последующий расчет крита идет с учетом усиления пассивки и Натальи, и второй пассивки берсерка. Если не понял, поясню. Система сначала высчитывает силу Натальи с учетом усиления на 15 и 5%, а потом высчитывает крит с усилением берсерка. Но это еще не все. Меняем берсерка на багровый призрак. Фишка призрака в том, что он от срабатывания критов увеличивает скорость атаки. Смотрим. 1,29 скорость до крита. 1,53 скорость после крита в лицо. Забегаем за спину, и даже когда мы наносим 214 урона псевдокритом, скорость атаки возрастает. А значит, багровый призрак работает. Давай теперь посмотрим на Москове. С ним творится что-то неоднозначное. 245 урона первоначальной цели и 270 вторичной псевдокритом. При том, что в навыках не описано это усиление в 10%, а оно есть. Сэкономлю твое время. И сразу скажу. Берсерк и багровый срабатывают аналогично тому, как работают на Наталье. Остается ли аморт? Доводим до полумертво состояния куклу. И высекаем из нее 386 урона критом от пассивки. А значит базовый урон 193. Теперь предметы заменяем на берсерка. И урон вырастает до 497 на каждый удар. Конечно, берсерк работает на полную и на каждый удар. Поскольку система крит от пассивки Леоморда считает настоящим критом. Ну и багровый работает также полноценно. Итак, что мы с тобой проверили? Что усиление крита берсерка работает только на настоящие криты? Что Москов наносит урона больше задокументированного? И что Леоморд клевый парень? А на этом все. Подписывайся, делись видео и ставь лапку. А теперь, если не хочешь поднять себе настроение, можешь выключить видео. Я подожду. А раз остался, так слушай. Благодаря тебе, именно тебе и твоей поддержке, я смог взять пусть недорогой, но хороший монитор с отличной цветопередачей. На котором смогу и дальше монтировать ролики для тебя и разбирать тесты. Именно твоя поддержка позволила не рекламировать всякие казино, интегрировать другие игры в видео про нашу любимую игру. Ты даже не представляешь, как мне важна твоя поддержка. Даже если нет возможности задонатить, лайки и репост помогают каналу. Спасибо, друг. И еще увидимся. Субтитры подогнал Игорь Негода.